Один из главных уроков нашей недельной главы, что все, что не делается, все к добру. Казалось бы, мы все привыкли к этому выражению, знаем его, понимаем, но попробуем разобраться глубже. Мы, если будем приучать себя все время верить в то, что все, что не делает Всевышний, ко благу, это написано и есть настоящее благо. Это очень непросто написано. Написано иногда очень даже трудно. Но мы должны помнить, что это подлинная правда. Она просто скрыта от нас и надо молиться, чтобы удостоиться увидеть своими глазами ее открытое появление. Именно этому написал и учил Машир Абейнон в этой недельной главе. Своё и будущее поколение. Еврейская традиция утверждает, никакое зло не сходит с неба. Даже когда Всевышний посылает нам испытания, в своей основе они есть только благо. Написано так, хотя и скрытое, безусловно, от человеческого глаза. Когда кирпич упал там на ногу, не дай бог, как понять, что это к добру? Непонятно. Знаете, как рассказывают человека много раз, когда он бежал там, корабль хотел поехать, наступил, пробил ногу, плакал, корабль ушел и утонул. Поэтому надо любую неприятность рассматривать в качестве знамения написано. Чтобы понять истинный смысл событий, которые происходят с человеком и разглядеть в них скрытое добро. Какие-то проблемы и неприятности приведут к добру. Иногда по прошествии времени мы увидим это. А некоторые, к сожалению, в этой жизни даже не увидим. Так написано. Расскажу короткую историю. Был такой Аншель, простой пражский еврей. Его семья была бедная, очень. Он должен был уехать на заработки. Два года работал, заработал приличную сумму. И вот он возвращается домой вместе с колонной, везущей товары одного богатого купца. Он попросил этого купца подвезти. Он его знал, он знаком с ним, хороший еврей вроде. Тяжеловозы такие едут. И вот одну ночь не спит, вторую переживает за деньги. Потом думает, что делать. Взял одну из... А он в караван везет много бочек вина. Нашел одну бочку вина, пометил ее и спрятал в ней, допустим, кожаный кошелек туда. Все. Потом все, пошел спать. Приехали в Прагу. Он открывает, смотрит, пошел эту бочку помечен. Но денег нет. Он купцу сразу, ну что-то, говорит, я вообще ничего не знаю. Ну, совершенно сломленный Ашель пошел к рабу Праги. Это был знаменитый человек. Гений того времени, мудрец, святой праведник. Раф Ландо. И он был очень умный человек. Он выслушал этого аншеля, все понял, разобрался. И говорит, позвал этого вина торговца. И говорит, ты украл. Торговец возмутился. Как вы можете на меня такое говорить? Я честный человек. Ну, он говорит, хорошо. То есть ты не брал? Он говорит, конечно, нет, торговец. Хорошо, верю, сказал Ландо. Но одна уверен я и в том, что этот человек бедный тоже не обманывает. Его горе искренне. Поэтому, скорее всего, он спрятал свои деньги в бочке. Они пропали. Вы оба говорите правду. Это значит, деньги взял кто-то из тех, кто сопровождал караван. Отсюда следует, что вино во всех бочках запрещено к употреблению. К нему прикасался неизвестно кто и мог добавить неизвестно что. Многие купца вообще подкосились. Это, если все запреди, это катастрофа. Он теряет деньги. Состояние, разорен. Он упал на колени к Рау, Раф, я боюсь, извини, простите. Я взял деньги. Вино кошерное. Тот говорит, Раф, а как я могу тебе поверить, если только что все отрицал? А вдруг ты хочешь спасти деньги? Я украл, я вор, кричит торговец. Принялся доводы доказывать. Раф долго отказывался. Пока тот не согласился публично признать свою вину и в два раза больше выплатить. Вот лучше принять волю Творца по-хорошему, говорит Каббала, иначе придется покориться ей по-плохому. Еще одна вещь. Одна из важных граней доверия Творцу это умение прощать. Раши пишет, что поведение Маше в этой недельной главе особенно учит нас важному принципу. Если у вас просят прощения, надо сразу не отказываться, а прощать. Где в Торе это было первый раз? Аврам молился даже за Амимелиха. Несмотря на прошлое, молился и все. Человек, который отказывается простить другого, в Каббале называется грешником. Я хочу короткую историю закончить. Один еврей жил в Нью-Йорке, женат. Нет потомства, очень любит жену, все хорошо. Проверки прошли уже, все, ничего не полагает. Пошли к Рэбе, они поехали. К Рэбе, наличную встречу Рэбе, говорит, то есть посмотрел, послушал. А потом говорит, слушай мужу, у тебя были какие-то отношения с женщиной другой до свадьбы? Тот говорит, ну да. Ты подарил ей подарок перед тем, как расстаться? Объяснил что-то? Ну, тот говорит, нет, я получил, там как бы сказал это. Он говорит, вот смотри теперь. Теперь срочно ищи ее, попроси прощения. Когда ты это сделаешь, придет по спасению от всех твоих проблем. И передайте ей, что у нее придет прощение. Но ты сейчас в этот раз это сам не делай, через посланника. Мужчина обратился к брату своей бывшей подруги, с удивлением узнал, что она в настоящее время гостит у него. Что она до сих пор не вышла замуж. Ее брат попросил прощения от его имени, женщина от всего сердца его простила. Прошло несколько недель, женщина обручилась. Ну и естественно, через год уже нянчили ребенка и эта семья. Согласно Рамбаму, тот, кто прощает причинившему ему зло человеку, не упрекает его и не тая обиду, по-настоящему богобоязнен и небо его обязательно увидит. Давайте придерживаться такого подхода в отношении к людям. Это не всегда правильно с точки зрения эмоций, но всегда правильно с точки зрения неба. Брахава от слуха.